Слушаем фрагменты из книги «Дорога тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму». Издательство Крым. Симферополь. 1966 год. Вовладение господ Феодора. История Мангубского княжества. Один из скалистых останцев юго-западного Крыма, между реками Бельбеком и Черной, где цепи предгорных холмов повышаются и незаметно сливаются с отрогами главной горной гряды, носит название Мангуб. На плато Мангуба находятся руины большого, еще малоизученного средневекового города. Некоторые историки полагают, что в VI-VIII веках н.э. он носил имя Дорос. Они видят в этом подтверждение догадки о местоположении страны Дори в юго-западном предгорье. На поверку же выясняется, что единственным аргументом в пользу локализации и Дори, и Дороса на месте, Феодора является лишь созвучие этих трех названий. Судя по письменным источникам и строительным надписям, в XIII-XV веках этот город именовался Феодора. Величина и относительное архитектурное великолепие его построек говорят о том, что он действительно мог быть столицей одноименного феодального княжества. С XV века ряд русских, восточных и западноевропейских источников называют это место, как и в наши дни, Мангупом. Правители княжества именовались в генуевских документах господами Феодора, а в русских – Мангупскими князьями. В последних и само княжество тоже называется Мангупским. Напомним, что территорию, которую оно занимало, средневековые источники часто называют Готией. Мы будем придерживаться в основном русских источников. Город Феодора. Мангуп был не только крупным городским центром, но и первоклассной крепостью. Природные условия делали плато скалистой горы труднодоступным. С севера, где на плато можно было подняться по трем крутым оврагам, город был защищен высокими стенами, усиленными многочисленными башнями. Часть этих сооружений хорошо сохранилась до настоящего времени. Путь на Мангуп идет по цветущей Королевской долине, через сады и села Красный Маг, бывший биок Королес и Залесное. К югу, в километре от Залесного, открывается ущелье Джиндере. Мангуп выступает над ним четырьмя величественными скалистыми отрогами. Высота горы над уровнем моря – более 500 метров, а над окружающими долинами – около 200. Высота скалистых обрывов достигает 40 метров. Одна из дорог на Блата в свое время шла от подножия отрога Гелли-Бурун и выходила по балке Табана-Дере на Плоскогорье. Ныне эта дорога местами размыта или заросла лесом. Тропа, по которой можно было подняться пешком, идет по врагу Гамам-Дере. Этой тропой чаще всего пользуются туристы, тогда как другой, более длинный путь по южным склонам Мангупа служит для подъема на автомашинах или лошадях. Наиболее интересна и живописна древняя дорога с восточной стороны горы. Чтобы попасть на нее, нужно свернуть шоссе и ущелье Джиндере и обойти Мангуп, оставив ее справа. Дорога пойдет на юг до перевала, где нужно резко свернуть направо ее ответвление. Вскоре откроется широкий вид на долину и горы к северу и востоку от Мангупа. Впереди постепенно вырастут восточные обрывы мыса Тешикли-Бурун с пещерами. На его краю видны уцелевшие постройки крепости. От Тешикли-Буруна до разрушенных ворот Мангупа средневековая дорога сохранила на всем протяжении крепиду из крупных камней. Возле остатков ворот мы найдем наиболее раннюю кладку оборонительной стены, сложенной из хорошо опесанных квадров, крупных прямоугольных каменных блоков. Выше ворот можно взойти по левой тропе на плато. На Мангупе были найдены монеты и обломки гончарной посуды первых веков нашей эры. Возможно, что это следы одного из убежищ того земледельческого населения позднескиевского государства, которое под ударами готов и гунов вынуждено было покинуть степи и долины в поисках места, менее доступного для кочевников. В конце V-VI веков на мысе Чешкли-Бурун, по-видимому, было небольшое укрепление. После гибели в VIII-IX веках оборонительных сооружений эски Кермена, являвшегося главным центром юго-западного предгорья, ту же роль стал играть Мангуп. Поэтому около небольшого замка постепенно возникает укрепленный город. Растут оборонительные стены и башни. Они и теперь возвышаются к западу от главных ворот. Образуя кольцо, запиравшее северные и западные подступы к Мангупу по балкам Капу-Дире, овраг в котором ворота, Гамам-Дире и Табана-Дире. С юга город защищали вертикальные обрывы, где в немногих труднодоступных местах также были построены стены и башни. Осматривать Мангуп надо с изрезанного искусственными пещерами восточного мыса Чешкли-Бурун, Дырявый мыс, где хорошо сохранилась оборонительная стена цитадели с воротами и руинами большого двухэтажного здания. Эти постройки отгораживают мыс от остальной части города. Они возвенены не ранее 10 века. Об этом говорят оставшиеся на скале следы большой одноопсидной церкви возле самой оборонительной стены у обрыва. Церковь, скорее всего, располагалась внутри первоначального укрепления. А если учесть обнаруженные южнее в 40 метрах от нее ранние средневековые склепы, кладбище, как всегда, находилось вне населенного пункта, станет ясно, что ранее уничтоженная при перестройке стена могла стоять где-то впереди той, которая дошла до наших дней. На восточном мысу находилась цитадель Мангупа, построенная раньше города в 5-6 веках. В 10 веке она была перестроена, а в конце 15 или 16 использована турками, внесшими ряд изменений и усовершенствований. К 10 веку относится оборонительная стена цитадели с воротами и большая башня – Донжон. Ее верхний этаж служил жильем, а нижний мог являться арсеналом и складом. Она недостаточно изучена, и ее строительная периодизация пока не ясна. Разителен контраст между внешней и внутренней сторонами башни. Наружный фасад, нижний этаж его лишен окон. Наверху имеют узкие смотровые окна-бойницы, придающие зданию вид неприступного укрепления, каковым оно и являлось. Приветливый внутренний фасад на обоих этажах имеет широкие окна, украшенные роскошными резными наличниками, и парадный вход посередине. С этой стороны постройка носит ярко выраженный дворцовый характер. По местоположению, по роскоши наружной отделке и комфортабельности помещений, это здание может претендовать на роль княжеской резиденции с большим правом, чем так называемый дворец в одном из городских кварталов. Вероятно, цитадель Мангупа, которая сначала могла быть родовым укреплением местного князька, со временем получила значение городского Кремля. Именно здесь с наибольшей вероятностью нужно искать жилища правителей Мангупского княжества. Пройдя через ворота цитадели в самый конец мыса, мы увидим целый комплекс искусственных пещер, а перед ним остатки большого помещения, наполовину вырубленного в скале. Это казарма, а под ней в толще известняковой скалы тюрьма с одиночными камерами, комнатой для стражей, местом допросов и пыток. Над тюрьмой на каменной площадке мыса стояла дозорная башня, следы которой ясно видны. Возвращаясь обратно вдоль восточного края Тишклей-Буруна, можно осмотреть многочисленные искусственные пещеры, связанные между собой. Это остатки пещерных казематов, которые защищали восточные и южные подступы к Мангупу. Посреди комплекса казематов имеется вырубленная в скале церковь. Неподалеку от ворот, посреди цитадели, видны остатки октагона, небольшой восьмигранной церкви с алтарем, по-видимому, княжеской капеллы. От октагона сохранились крупные хорошо обработанные камни нижнего ряда кладки. Ясно обозначается план всего здания с вырубленным в скале основанием. Этот памятник датируется временем около восьмого века. С самой высокой точки плато мы увидим остатки большой давильни для винограда. С бугра открывается вид чуть ли не на все Мангупское княжество. На юге панорама главной гряди Крымских гор. Слева видны все пять вершин массива Бойки, почтенной Пойки, как гласит одна из мангупских надписей. Правее – Седам Кая со скалистыми отрогами. Сююрю Кая и Сандык Кая, на которых, как и на Бойке, есть остатки феодальных укреплений, подчинявшихся мангупскому князю. Левее Бойки вырисовывается силуэт басмана с замком Кермен Кая, а между ним и Бойкой, под горой Оксек, в районе сел Счастливое и Многоречие, два дозорных укрепления на скалах Ямантаж и Кипия. К западу от Мангупа сверкает море возле Каламиты и устья реки Черной. Левее виден силуэт большой башни Генуэзской крепости Чембалу. Ближе к Мангупу выглядывает из-за холмов Эски Кермен. К северу тянутся холмы Предгорья, а за ними в дынке горизонта тонут степи. Среди холмов справа выступают скалы у реки Качи с поселениями Тепе Кермен, Качи Кальон, Бурун Кая. Видны Кырк, Ер, Чуфут Кале и другие укрепления. На востоке Чатердак и Демирджи отмечают отдаленные земли, которые были предметом вечных раздоров феодоритов с генуэзцами. За горами и у моря лежат невидимые отсюда Алустон, Портынит, Гурзувит и Панеа. На пути к Среднему Аврагу Гамам-Дире заметны заросшие кустарником развалены домов, ограды дворов, улицы. Это центральная часть средневекового города. Для своего времени довольно значительного. Площадь его, замкнутая оборонительными стенами, равнялась 15-16 гектарам. В заросших лесом развалинах хорошо прослеживается планировка города. Во многих местах заметны очертания площадей, улиц и переулков, расходящихся в разных направлениях. От двух въездов в город с севера по оврагам Капу-Дире и Табана-Дире. Во многих кварталах можно различить очертания усадеб с их дворами, жилыми домами и хозяйственными постройками. На северных склонах городища, особенно в верховьях названного выше оврага, где находится источник хорошей питьевой воды, городские усадьбы были расположены террасами. В районе оврага Гамам-Дире, банный овраг, действительно могла находиться городская баня. Город был хорошо обеспечен водой. На его территории и сейчас имеются два родника. На западном краю густо застроенного района видны частично раскопанные остатки большого здания, так называемого дворца. Это каменное двухэтажное здание занимало площадь не менее 120 квадратных метров и было построено, вероятно, в XIV веке. В конце этого же века, или в начале следующего, оно было разрушено пожаром. В 1425 году его вновь отстроили. Здание существовало непрерывно, вероятно, до 1475 года, когда было разрушено окончательно. Сирокая каменная лестница этого дома вела на небольшую террасу, откуда можно было попасть в парадный зал, стены которого были украшены фресками, а наличники входов отделаны мрамором. Внизу находились служебные и хозяйственные повещения. С северной стороны терраса переходила в длинную галерею, поддерживаемую двумя рядами колонн. Галерея приводила к башне на северной стороне постройки. Большая часть обитателей Мангопа, как и все население княжества, были христианами. Тут имелось много храмов. Большинство из них построено из камня и стояло на площадях, но были и вырублены в скале пещерной церкви. Налейболее крупной из каменных церквей, предполагаемая базилика Константина и Елены, считалась, наверное, главной. Она находилась неподалеку от описанного выше дома к северо-западу от него. Этот храм несколько раз горел и восстанавливался. Последнее его восстановление относят к концу XIV-начала XV веков. Датировка этого здания до сих пор вызывает спорю среди археологов. Одни считают, что она построена в VI веке, другие полагают, что она возведена гораздо позднее. Вероятно, в Мангопе, как и в других средневековых городах, были ремесленные кварталы. На эту мысль наводят, например, название оврага Табана-Дерея – кожевенный овраг. В его верховьях и сейчас видны высеченные в скале глубокие чаны для обработки кожи. В верховьях Табана-Дерея находились вторые городские ворота Мангопа, а недалеко от них, с юго-западной стороны, была караимская кенаса и кладбище. В низовьях оврага есть еще одна оборонительная стена, как полагают с XVI-XVII веков. Построена она была, по-видимому, караимами – вероятными потомками хазар. Наиболее интересная из сохранившихся пещерных церквей находится в Большом монастыре, расположенном на юго-восточном обрыве Мангопа, недалеко от главной дороги к городу. В ней сохранились остатки фресок XIV-XV веков. Чтобы осмотреть монастырь, надо разыскать в юго-восточной части плато, крутую тропу. Спустившись под южный обрыв скалы, следует свернуть вправо и пройти вдоль подошвы скалы около 100 метров. В одной из естественных пещер вырублена в скале лестница, которая ведет к широко открытой к югу верхней грот, тоже естественной. Из него можно попасть в церковь, вырубленную в скале. Напротив нее расположены высеченные в толще обрыва кельи и хозяйственные помещения. От монастыря можно опуститься по узкой тропе на дорогу, которая обходит Мангоп с западной стороны и приводит села Залесное и Красный Маг. Можно вернуться обратно на ту дорогу, по которой был сделан подъем на Мангоп, или спуститься туристской тропой по оврагу Гамамдере. В его верховье, внутри города, есть источник питьевой воды. Феодора Княжества Феодальные города юго-западного Крыма, где сосредотачивались ремесленные производства и торговли, являлись в то же время церковными центрами. Есть основания считать, что в Мангоп был перенесен из Партенита центр так называемой Годской епархии. Сведения о ней сохранились в церковных документах, дошедших от Средневековья, и по ним мы можем судить о территории княжества. Его границы не были стабильными. В течение рассматриваемого нами времени они колебались по мере того, как видоизменялась экономическая и политическая зависимость княжества от тех или иных соседних и даже отдаленных государств. В XIII веке и начале XIV века владения княжества, по-видимому, охватывали все северные склоны западной части Крымских гор до левого берега реки Кача на севере. С востока в его границы входили верховья Кача и Альмы. Здесь, как уже говорилось некоторое время, соседом Мангупа было княжество Кырк-Ер. На юге Мангупа принадлежало более или менее прочно все побережье от Алушты до Балаклавы, попавшие в руки генуэзцев. На западе, где княжество граничило с предполагаемыми землями Херсона, находились полузависимые от Мангупа общины Готии, расположенные вокруг Балаклавы и в Байдарской долине. Со второй половины XIV века и эта территория, видимо, каким-то образом вошла в состав Мангупского княжества, о чем косвенно свидетельствует Булла Папа Иоанна XXII, 1333 года, передающая церковную власть над нею митрополиту Готии. После захвата татарами Чуфут-Кале северо-восточной границей княжества становится левый берег реки Качи. К концу XIV века оно теряет часть земель на южном побережье, номинально у него входивших, но уступленных хозяевами положения татарами генуэзцам по договору 1380-1381 годов. В середине же XV века, судя по генуэзским письменным источникам, Алушта подчиняется мангубским феодалам и западнее нее весь южный берег, кроме Балаклавы, принадлежит Феодора. В то же время целый ряд прибрежных крепостей остаются в руках генуэзцев. Вопрос о времени возникновения мангубского княжества и этапах его формирования еще не вполне выяснен. Надо полагать, что оно уже существовало до татарского нашествия. О существовании княжества в XIII веке свидетельствуют надписи, связанные со строительством крепостных стен на Мангубе. К концу XIV века относятся упоминания о мангубском князе Дмитрии, воевавшем против литовцев на стороне татар вместе с соседним князем Киркельским, видимо, главой княжества Киркьер с центром в Чухуткале. Это известие позволяет предполагать, что мангубское княжество в годы татарских нашествий сумело сохранить свою внутреннюю целостность и, быть может, ограничиться признанием власти ханов над соседней территорией и уплатой им даний. XV век до момента гибели княжества в 1475 году является временем его наибольшего политического и экономического подъема. Этот период освещен некоторыми письменными источниками. Территория мангубского княжества была заселена сравнительно густо. Об этническом составе его населения данных мало, однако, как уже было сказано, можно признать, что оно было многоэтническим и в основном состояло из огреченных сарматов и аланов, ранее смешанных с потомками тавров, скифов, а потом и прочих народностей, попадавших на территорию полуострова. Больше всего тут жило греков. За ними по численности шли караимы, армяне и принявшие православие татары. На Мангубе развивались городские ремесла, в основном гончарные, о его высоком уровне можно судить по найденным обломкам поливной посуды, среди которых особенно интересны фрагменты двух чашек с вырезанными на их доньях именем Исаака, возможно, мангубского князя 1471-1474 годов, известного по письменным источникам. Керамическое производство было достаточно развито на всей территории княжества. Об этом говорят многочисленные обломки и целые экземпляры разнообразной красноглиняной посуды и огромных пифосов, найденные не только на самом Мангубе, но и собранные на остатках соседних поселений 14-15 веков. Они не могли быть привезены из Херсона, так как он в то время уже перестал представлять собой ремесленный торговый центр. В большинстве случаев это изделия местных гончаров. Раскопки дают разнообразные железные вещи, наконечники, стрел, поясные пряжки, ножи, крючки и гвозди. Все это также изделия местных кузнецов. Найдены на Мангубе бронзовое литье и кованые вещи из меди, а также ряд предметов из кости, украшений ларцев, коробочки, пуговицы, резные накладки на ручки, ножи и т.д. Значительное развитие строительного и камнерезного дела отражено в крепостных сооружениях 14-15 веков, жилых домах и надгробных памятниках, которые украшались особенно сложной орнаментальной резьбой. Экономический подъем княжества в 14-15 веках вызвал рост его внутренней и внешней торговли. Оттесненный от южнобережных портов генуэзцами, стремившимися подчинить себе всю торговлю на Черном море, оно находит силу создать собственный порт в устье реки Черной. Для защиты его в 1427 году перестраивается крепость Каламита, Энкерман. Археологические раскопки в Слободе около крепости 1950 года дают представление о значительности торговых операций Каламитского порта. На территории Слободы обнаружено много зерновых ям, большое количество обломков разнообразной посуды, привезенной из Малой Азии, из-за Кавказа, с Кавказа и из других мест. О том же говорят и раскопки на Мангупе. Известно, что через Каламиту вывозили значительное количество татарской кочевнической продукции, скот, кожи, шерсть и другое. Они гнушались в Каламите торговать и невольниками, захваченными татарами во время набегов на Украину, Русь, Польшу, Литву. С XV века невольников сбывали главным образом в Турцию. Каламита обозначена на морских картах XV века. После угасания Херсонеса Каламита стала главным портом для предгорных районов юго-западной части Крыма. Старый торговый путь из степей в Херсонес теперь заканчивался возле нее. Внутренние торговые пути Мангупского княжества проходили к ней по речным долинам. В то же время горные перевалы из Байдарской долины в Ласпи, перевал Кибет-Багас, приводивший в район Алушты и другие, соединяли северную часть княжества с южным побережьем. На Мангупе найдены надписи, высеченные на камни. Большинство из них относятся к XIV-XV векам. Они говорят о военных столкновениях обитателей города с нападавшими на них кочевниками, о крепостном строительстве. Надписи сделаны на греческом языке, что время преобладавшего в юго-западном Крыму и на побережье полуострова. История Мангупского княжеского дома еще далеко не изучена. Брун полагал, что владителями Мангупа были выходцы из Трапезунда, представители знатного армянского рода гаврасов, находившихся в Крыму с XII века в качестве византийских топархов, наместников. В дальнейшем они основали в юго-западном районе полуострова самостоятельное феодальное княжество. Эта фамилия оставила свой след в топонимике горного Крыма. Деревня Гаврии, современные отрадные у подножия Бойки, хранит остатки средневековых построек, культурный слой и могильник XIII-XV веков. Можно предположить и другое. Князья Мангупа могли быть потомками местных феодалов, принявших христианство. Первое имя, твердо связанное с Мангупом, дошло до нас в надписи, найденной в базилике при раскопках в 1913 году. Построена эта башня верхнего города почтенной Пойки с помощью Божией и святого Дмитрия и попечением всечестнейшего нашего Хуй Тани, сотника, достойного всякой чести и совершенного становления Феодора вместе с Пойкой, построенным в 6870 году, то есть в 1361-1362 годах. Исходя из этой надписи, можно сделать вывод, что Хуй Тани правил княжеством в 60-х годах XIV века. Далее, по-видимому, правил Василий, а затем сын его Стефан, который в конце XIV века или начале XV века вместе со своим сыном Григорием выехал в Москву, где положил начало роду князей Ховриных-Головиных. Дочь Стефана, Мария, в 1426 году вышла замуж за трапезунского правителя Давида Комнина, а второй сын Алексей сделался князем Мангубским и правил до 1434 года, видимо, до дня своей смерти. Его сын тоже Алексей княжил в 1434-1456 годах. Он отмечен источниками в связи с отнятием Огенуэстов в 1433 году Мангубским княжеством крепости Чембалу, когда он еще княжечим попал в плен, но вскоре был освобожден и стал править в Мангубе. За ним следует известный по письменным источникам князь, носивший татарское имя Олубей или Улубей 1456-1471 года. Некоторые историки приписывают ему и христианское имя Иоанн. Надо полагать, что он был братом Алексея Алексеевича. Дочь Олубея Иоанна стала женой Стефана Господаря Валахского. С 1471 года по апрель 1475 года княжеством управлял Исаак в русских источниках 15 века Исаика брата Алексея и Олубея. В апреле и мае 1475 года незаконно провел один из сыновей Олубея, имя которого неизвестно. Наконец, последним монгубским князем был старший сын Олубея Александр. Он сверг своего брата и находился у власти до последних дней существования самого княжества. Интересны политические связи, которые монгубский княжеский дом имел или предполагал иметь с правителями соседних стран. Эти связи особенно родственные отражают политическое значение княжества в Северном Причерноморье в конце 14-15 веков. Монгубские князья подчеркивали свое родство с византийскими императорами. Гербы, высеченные на камнях вместе с надписями, сообщавшими пышные титулы князей, украшались сложными монограммами, крестами и изображениями двуглавых византийских орлов. Но как внешне блестяще не выглядел в этих надписях Монгуб, фактически княжество постоянно испытывало зависимость от более сильных соседей и вступало с кем либо в открытую борьбу только тогда, когда чувствовало за собой чью-то сильную поддержку. Есть данные о том, что в середине 12 века феодалы юго-западного Крыма вместе с Херсоном тяготели к Византийской империи. Затем с начала 13 века они подчинились Тарпезунду и ежегодно отправляли его императорам подойти. Начавшиеся с 1223 года набеги татарских орд на крымские города и селения первоначально не достигали пределов мангупского княжества, но в середине 13 века в 1242 году итальянский писатель Марино Сауда Торцелло отмечает опустошительный набег на владение мангупа. Особенно страшным был разгром юго-западного Крыма ордами Нагая в 1299 году. Тогда был уничтожен Эскекермен, захваченный и разграбленный Чуфут-Кале и Херсон. Возможно от этого набега пострадал и сам мангуп. Следствием набегов татар, а затем и их оседания в 14 веке в районе нынешнего Бахчисарая явилась зависимость княжества от татар. Развернувшаяся в 15 веке борьба мангупа с генуевцами происходила с молчаливого согласия татар, извлекавших политические выгоды из этой распри. Имело значение и то, что оседлое земледельческое население давало татарам необходимые им продукты сельского хозяйства и ремесленные изделия. Через порт Каламиду татары вели обширную торговлю. Православная церковь княжества, как и его правители, по-видимому, не чинили этой торговли ни малейших препятствий и, несомненно, извлекали из этого существенную пользу. В свою очередь татары, как позднее и турки, проявляли по отношению к христианскому духовенству в Крыму крайнюю терпимость. В некоторых случаях поддержка Мангупа татарами была вполне реальной. Во время вооруженной подтрекавшейся татарами борьбы феодоритов с генуэзцами за Чимбалом на стороне первых появились татарские войска, что оказало решающее влияние на исход этого столкновения. Всегда сложными и в основном враждебными были отношения княжества с генуэзцами. Старый морской путь из крымских торговых городов в Средиземное море уже в первой половине XIII века перешел к итальянцам. В 1350 году генуэзцы запретили даже византийским торговым судам плавать по Черным и Азовским морям, заходить в Дон и появляться в Херсонии. В то же время договором 1380-1381 заключенным генуэзцами с татарами все южнобережные земля княжества стали считаться генуэзскими, а это бесспорно расценивалось мангубскими князьями как захват их исконных владений. В свою очередь генуэзцы полагали, что к ним на основании этого договора могут перейти земли всей Готии и расценивали мангубских князей как незаконных владителей чуть ли не самого первой четверти 15 века она отразилась в генуэзской инструкции по управлению ее черноморскими колониями 1458 года где говорится о князе Феодора и его братьях что они не должны не должным образом занимают Готию принадлежащую народу Кафы вопреки праву и привилегиям Кафы они открыто сооружают гавань в Каламите и там же грузят и разгружают суда к тяжкому ущербу податей Кафы блестящими для княжества были годы правления Алексея Старшего он называл себя пышным титулом владителя Феодора и Поморья быть может именно Алексей и восстановил великолепный дом и базилику на Мангупе крепость в Каламиту и большой храм в Порт-Ините этот период заканчивается вооруженным столкновением с генуэзцами поздней осенью 1433 года при поддержке восставшего против колонистов населения Чимбало Алексей выгоняет генуэзцев из этого укрепления овладеть им вновь Генуэ удалось лишь через год для этого пришлось послать флот из 21 судна и армию в 6000 человек летом 1434 года генуэзцы вернули себе Чимбало а Каламиту сольгли но она вскоре была возвращена княжеству после взятия турками Константинополя в 1453 году верховные власти Генуэ поняли какая опасность нависла над их колониями на Черном море это заставило экстремиться к смягчению обострившихся отношений с Мангупом генуэзские документы середины 15 века характеризующие по-прежнему агрессивное настроение генуэзцев по отношению к княжеству говорят и о дальновидных дипломатических маневрах властей Кафы приведем один из таких примеров 6 сентября 1045 года кафинский военный инженер Джованни Петченино писал протектором банка Святого Георгия которому с середины 15 века принадлежала Кафа и все итальянские колонии в Крыму много раз предстоял я перед господами консулов и массариями предлагая что с небольшим отрядом возьму крепость Феодора но они оставались глухи к моему предложению поэтому я вас прошу дать распоряжение вышеназванному консулу и массари чтобы они дали мне хотя бы 100 человек которые вместе с кораблем отправились бы со мной в Чимбалу без сомнения с моим искусством я возьму названную крепость если мне будет дано 100 человек то я не сомневаюсь что вся Готия будет под вашей властью подобный авантюризм никак не соответствовал политике генуэзских властей в 1456 году протекторы банка святого георгия писали в кафу мы полагаем что будем будет иметь в высшей степени важное значение если светлейший властелин Феодора будет сочувствовать нашим планам ему мы пишем письмо экземпляр которого вы найдете в пакете мы убеждаем вас чтобы вы это письмо или доставили властителю Феодора или придержали его в зависимости от создавшихся условий если это будет полезнее мы все убеждены чтобы вы старались с этим властителем иметь дружные и мирные отношения так как по мнению всех опытных людей кафы его дружба в это время для города в высшей степени полезна на конец 70-х годах 15 века сложилось довольно сложились довольно дружеские отношения между княжеством и генуэзцами мангубский князь Исаак посетил кафу и по-видимому заключил с генуэзцами какое-то мирное соглашение однако нависшая над Крымом реальная опасность турецкой агрессии заставила генуэзских торгашей раболепно и верооломно подчиниться надвигающемуся врагу они поспешили отправить султану добровольную дань настаивая на том чтобы подобное ежепроношение сделал и мангубский князь который от этого отказался из русских документов 15 века известно что о мангубском княжестве хорошо знала Москва великий князь московский Иван III собирался породниться с мангубскими князьями женить своего сына на дочери Исаака после предварительных переговоров побывавшего в Мангубе в 1474 году русского посла Беклемешева боярин Алексей Старков направленный в 1475 году Иваном III в качестве посла к крымскому хану Менгри Гирею должен был посетить мангуб передать Исааку и его княгине подарки и поклон сделать особый поминок дочери Исаака и начать переговоры о сватовстве но Старкову не удалось выполнить его поручение так как к моменту прибытия его в Крым мангуб был уже в руках турок в течение почти 30 лет назревал захват турками берегов северного Причерноморья первое нападение их флота на берега Крыма произошло в 1447 году Вскоре последовал повторный визит в 1454 году под нажимом военно-морских сил турок консул Кафы согласился платить ежегодную дань а турецкий флот получил нужный ему провиант на обратном пути в Константинополь опустошил беззащитные поселения южного берега Крыма в 1475 году мангубское княжество одиноко стояло лицом к лицу сильнейшего своих врагов к тому времени в самом начале 1475 года умер князь Исаак узнав о смерти отца Александр старший сын и наследник гостившего своего шурина валахского молдавского господаря Стефана поспешил в Крым высадившись как предполагают в Ласпи и умертвив захватившего престол брата он на третий день при помощи трехсотин отряда валахов прибывших с ним вступил во владение отцовским наследством это произошло накануне осады Кафы в июле 1475 года турецкая армия подошла к Мангупу но встретила отчаянное сопротивление его защитников выдержав пять штурмов Мангуп пал только в декабре его защитники изнуренные голодом сложили оружие город был разграблен многие из уцелевших жителей были уведены вместе со всей княжеской семьей в рабство однако жизнь на Мангупе угасла не сразу он сделался на долгое время главной цитаделью турок резиденцией Кади ведавшего большим Кадылыком округом оставленными турками за собой в старом замке капитально перестроенным стоял до 18 века турецкий гарнизон затем крепостью недолгое время владели татары а после присоединения Крыма к России Мангуп за ненадобностью окончательно пустеет «Мангуп» Robot в ûй